Ангелина Черненко пару лет назад и не думала, что будет жить и работать в Сибири. Война на Украине и тяжелое экономическое положение в Луганске подтолкнули семью к переезду. Хакасию выбрали по рекомендации родственников. Мы так с мужем в интернете посмотрели. Красивый город, замечательные люди, почитали промышленность вроде есть, развивается. Ну и в принципе все равно где заново начинать. Поэтому решили приехать, хоть и далеко, там больше 4000 километров, но решили вот начать здесь. Конечно, сразу были сложности, но устроиться на новом месте. И самое главное, оформить гражданство помогла программа «Соотечественники». Обычно, чтобы стать гражданином Российской Федерации, нужно прожить в стране 8 лет. По программе «Соотечественники» срок сокращается до 3 месяцев. Мы приехали, нам все старались помочь. Были выделены специальные кабинеты. Мы там не в общей очереди стояли, а украинцы отдельно. Нам помогали документы заполнять. Документация все очень просто вышла. Потом очень быстро. Это тоже очень радует. Сейчас получила соотечественников, сейчас сразу уже буду на гражданство подавать, получать гражданство. То есть все достаточно быстро, так оперативно. Это очень радует. Реализацией программы «Помощи соотечественникам» занимается Миграционная служба и Государственный комитет по занятости населения. В 2015 году в Госкомитет поступило более 300 заявлений от граждан, пожелавших в ускоренном режиме стать россиянами. Добро на участие в программе получили 200 человек, не считая членов их семей. В основном это жители бывших советских республик, но есть и граждане Германии. Программа призвана не только улучшить демографическую ситуацию в стране, но и привлечь высококвалифицированные кадры. Важно, чтобы граждане работали. У нас есть уже врачи. Обязательно мы смотрим в приоритетном порядке те специальности, которые нам в республике нужны. У нас есть педагоги из вновь прибывших. У нас есть рабочие, которые трудятся в строительстве, в добывающей отрасли, в обрабатывающих производствах. Есть те, кто решились на открытие собственного дела. Ангелина Черненко по образованию технолог пищевой промышленности, поработав по специальности, решила рискнуть и открыть свою мини-пекарню. Ставку сделали на оригинальные рецепты хлеба без искусственных примесей и добавок. Как только получит гражданство, планирует принять участие в республиканской программе поддержки малого предпринимательства. В ближайших планах накормить вкусным и полезным хлебом свою новую малую родину. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Продолжение следует.